МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании Хакаси. Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению. И вспомни тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость нашей студии Валерий Яковлевич Иншин. Встреча 1983 года на телевидении он занимал должности заместителя председателя комитета, директора, главного редактора и заместителя начальника службы телевидения. Валерий Яковлевич, здравствуйте! Здравствуйте! Прежде всего, огромное спасибо, что нашли время прийти к нам в студию, потому что и сегодня у вас очень плотный график, вы активно работаете и продолжаете трудиться на телевидении. Валерий Яковлевич, давайте поговорим о самых первых годах работы на Абаканской телестудии. Из ваших воспоминаний в юбилейной книге мы узнали, что именно тогда началось рождение, становление передачи «Пульс». Расскажите вообще, кто, чья идея была, кто стоял у истоков, кто разрабатывал формат, как сегодня это говорят? Ну, вы знаете, идея принадлежит Анатолию Степановичу Солоненко, он был председателем комитета по телевидению и предовещанию. И с моим приходом, а пришло я 31 июля 83-го года, а 1 сентября начинался новый телевизионный год, и было решено создать информационную программу «Пульс» ежедневную, 30-минутную, в прямом эфире. С информацией, репортажами, интервью, беседами в кадре. Это был достаточно новаторский такой подход, да? Новый формат для тех времен? Да, там было много нового. Прежде всего мы отказались от дикторского ведения программы, вести программу стали журналисты. Надо сказать, что тогда коллектив редакции информации, я не побоюсь этого слова, это был звездный состав, звездная команда. Я назову Валерий Тоскараков, Юрий Пустовой, Сергей Худояров, Владимир Кубышев, Алексей Аненко, Евгений Толстухин, Олег Репорт, то есть это мужская часть команды. И дополняли состав две представительницы прекрасной половины человечества. Это Татьяна Баулина и Людмила Лебедева. Вот такой был состав. Звездные имена. В те годы действительно очень многое выходило в режиме онлайн, да, как сейчас говорят. Давайте вспомним о тех демонстрациях, опять же, да, которые с технической точки зрения, было просто, ну, колоссальный труд за этим стоял, чтобы это увидел телезритель. Вообще прямые трансляции были тогда довольно часто, но два раза в год были особо важные трансляции. Это первомайская демонстрация трудящихся и демонстрация 7 ноября. Сколько часов длились трансляции? Ну, где-то часа полтора. Сколько людей было задействовано? И случались ли такие, ну, какие-то ЧП, может быть, курьезные ситуации? Ну, это ответственное мероприятие, конечно, оно готовилось. И особая, конечно, нагрузка ложилась на технический состав телекомпании. Вообще сегодня очень трудно даже представить тот объем, ведь это, наверное, километры проводов. Ведь это все разматывалось, не было же Wi-Fi каких-то беспроводных. Да, это была передвижная телевизионная станция, три автобуса. Один основной с аппаратурой, второй подсобный с телекамерами, дизель для снабжения электроэнергии. Каждый отвечал, каждый болел за свое дело. Я вспоминаю тех людей, которые работали там. Вот Олег Благих, Федор Кураш, Владимир Кудашкин, Гена Топоев. Ныне работающие у нас Сергей Баженов, Виктор Пустовалов, Саша Щукин. Михаил Моносеевич, Аникин. Вы знаете, они все мастера были своего дела. Они обеспечивали техническую сторону наших трансляций. Да, вот этот уровень ответственности, наверное, его можно понять, вспомнив те годы. И тот, как сегодня принято считать, просто высочайший уровень цензуры, опять же, да, и какой-то контроля. Вот расскажите, это действительно так? Ну, я обычно отвечаю так, что мы рассказывали о героях труда. Вот я назову фамилии гидростроителей, которые гремели тогда по Хакасии, не только по Хакасии, но и по Советскому Союзу. Демиденко, Полторан, Поздяков, Полевщуков, Калинков. Это знаменитые были люди. Вот рассказывали о ткачихах Черногорского комбината, Лямкина, Кулагина, Драничникова, механизаторы Добрынин, Натейкин, Доярка-Поноскова. Я думаю, что вы до сих пор их все помните. Да, водитель Моркневов. Ну, сотни фамилий. Сотни фамилий. И мы рассказывали о них. Да, тогда же было много построено предприятий. Они все работали. Конечно, и тогда, знаете, ДТП мы не считали за события и не выезжали, скажем, снимать, потому что хватало других тем. Вам удавалось совмещать руководящую должность с творческой деятельностью? Занимались комментаторской работой? Это так? Международные турниры проводили в Абакане Кубок Европейских Чемпионов и Малый Чемпионат Мира на приз газеты «Советская Россия». Это было событие, это ажиотаж, это настоящий хоккейный бум был в Абакане. Мы много показывали, транслировали матчи и хоккейной команды «Советская Россия». Когда футбольная команда «Реформация» вышла во второй дивизион, тоже выступала на профессиональном уровне, мы показали все матчи этой футбольной команды. Вы знаете, в нашем архиве сохранилось уникальное видео, запись вашей комментаторской работы. Давайте посмотрим. Да. 1-1. Атака «Реформация» и счет стал 1-1. «Реформация на всем небе от счастья, потому что забили гол не кому-нибудь, а команде «Крылья Советов». Вы помните этот матч? Да, это была товарищеская игра с командой «Крылья Советов» в Самаре. Сыграли 1-1 тогда. Вот, конечно, это было большое событие. А сейчас вы занимаетесь историей телевидения. Мы знаем, что вам удалось найти какие-то фотосвидетельства, подтверждения тому, как действительно с опережением времени работала абаканская телестудия. Вот вы знаете, когда я пришел на телевидение и в период работы на телевидении, многие вспоминали, вот программа «Круг» в 70-е годы была. Это была очень интересная программа. Это по-настоящему то самое ток-шоу, которое сейчас так востребовано на современном экране. Но оно появилось буквально последние 20 лет, а в Абакане это были 70-е. В 70-е годы. На консуальном телевидении, конечно, это было что-то новое, это было действительно явление какое-то. Это был целый вечер в студии. Для всех категорий телезрителей были материалы. Для детей, для молодежи, для пенсионеров, для любителей кино, музыки. Там разбирались новинки литературы, обсуждались новые кинофильмы. И сам он, Александр Барышев, очень талантливый человек, начинал эту программу песней. Это были своеобразные позывные. Творческая мысль настолько опережала время. Это просто какое-то колоссальное. И действительно большое счастье, что эти люди вошли в историю ГТРК. Яркие личности работали на телевидении. Акасии, Тамара Бронер, Альфея Фисенко, Александра Юрия Пустовойт. Они оставили свой след, конечно. Сегодня, видя, как работают молодые журналисты, которым понятно еще и учиться, и учиться, чтобы хотя бы приблизиться к тому уровню, на котором работали все вы, что, может быть, вы пожелаете или откроете небольшой секрет профессионального успеха, так скажем? Есть такая фраза, она часто повторяется. Нужно любить не себя на телевидении, а телевидение в себе. Насколько сегодня действительно ценны ваши воспоминания? Спасибо еще раз огромное, что пришли к нам поделиться ими. Спасибо за приглашение. Сегодня с Валерием Яковлевичем Ишином мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления телевидения Ахакасии. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды республиканского телевидения. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале «Россия-1». Увидимся!